Обжариваем мы эту котлетку в картофельном пае и обжариваем во фритюре. И когда обжаривается во фритюре, то есть растопыривается у нас получается картошка, и получается как морское еж выголовное блюдо. Вот скажите, из традиционных астраханских блюд что любят гости? Жарюха по-астрахански вот у нас любят. Жарюха по-астрахански, а поточнее? Ну, это у нас берется рыбка, частик. В основном судак бывает у нас, как бы, берется обжариваемый судака. Затем обжариваем картошку кружочками, потом все это складываем в сковородку глубокую, заливаем соусом. Соус у нас делается, томат добавляется, соль, сахар, специи, как бы, лук. Выкладывается слой картошки, слой рыбки, слой лука, слой помидорки, и все это заливается соусом. Какая красота! Щука богата витаминами и минералами, а еще она не жирная, поэтому блюда из этой рыбы рекомендуют тем, кто сидит на диете. Но чтобы после приготовления наши рулетики из щуки не стали совсем сухими, мы пожарим их в масле, но прежде панируем рыбу в муке. Это нужно для того, чтобы при жарке она не развалилась и не прилипла к сковородке. Юль, вот клиенты часто ловят трофейную рыбу, благо здесь раскаты, очень много вводится разных экземпляров. Что-то просят приготовить из нее? Да, обычно просят пожарить, как бы, хотят в основном видеть на столе свежую жареную рыбку, как бы нас с картошкой. Но бывает такое, что просят запекать в панцире, например, солевому у нас рыбу. Это как? Ну, это целиковый сазан, либо лещ берется у нас, обкладывается солью, прям намокает, а рыбка пропитывается, и как бы запекается у нас целиком. Ставится в духовку и запекается. И когда при подаче, то есть люди просто разбивают панцирь, отколохают его, и там целиковая рыбка. Вы знаете, среди некоторых егерей бытует мнение, что жерех вяленый даже вкуснее в углу. Я, правда, не пробовала. Вы пробовали? Да. Что вам нравится больше, вобла или вяленый жерех? Жерех. Жерех очень вкусный, он жирный, во-первых, сочный, мягкий. Просто он единственный, что в нем костей очень много, как бы. А так он очень вкусная рыбка. Слушайте, уже 2-0 в пользу вяленого жереха. Надо попробовать. Как только рулетики поджарились с одной стороны, вытаскиваем из них шпажки. Продолжаем обжаривать рыбку со всех сторон до румяной хрустящей корочки. Рыбные рулетики с начинкой. Филе щуки посыпаем солью и перцем. Выкладываем на каждый кусочек твердый сыр, сворачиваем в рулетики. Панируем их в муке, а затем обжариваем в масле со всех сторон. И теперь, наверное, переходим ко второму блюду. Да. Мы будем готовить судачков в кляре. Свежепойманной рыбкой с нами поделились местные рыбаки. Начнем с овощного гарнира. Режем цукини и сладкий перец кружочками. Вы предпочитаете рыбу с чем подавать? Рыба у нас в основном с картофелем подается, с жареным, с отварным картофелем, с запеченным картофелем. И также с запеченными овощами, обжаренными овощами. В основном с такими. Овощи, фрукты где берете? Овощи у нас как бы своя ферма, свое хозяйство. У нас посадки своих овощей выращиваются. Также у нас своя скотина имеется на дворе. Молочка, то есть сметана это наша, брынза это наша. Как здорово! Это все наше домашнее. То есть у вас крестьянское фермерское хозяйство при базе? Да. А кто делает молочку, кто этим занимается? Вы? Тоже мы занимаемся. Здорово. Юль, а видели каких-нибудь больших рыб, которые ловили клиенты? Самые большие сколько килограммов весили? Ой, самые большие, это у нас самые в основном бывают, на 16 килограмм. Очень большие самые. А вот в длину как выглядят? Ну, голова, наверное, вот такая, если не больше. И как бы хвостик приличный. Ну, больше меня точно. Серьезно? Да. Такой сон? Да. Вот это да. Я никогда такой рыбы не видела, поэтому когда мне здесь начинают рассказывать о таких вот огромных рыбах, мне кажется, как будто как аномальная зона вообще. Ну, да, самые здесь очень большие. Филе судака маринуем в соли и рыбных специях. Повар Юлия советует обязательно добавить щепотку хмели-сунели. По ее словам, эта приправа придаст рыбке интересный вкус и аромат. Пока рыбка мариновалась, мы приготовили кляр. 100 грамм воды, добавили 2 яйца, соль, муку, пол чайной ложки дрожжей и немного зелени. Перед тем, как пожарить судака, обмакиваем его в кляр. Так мы запечатаем сочность рыбки и получим аппетитную золотистую корочку. Кстати, по поводу ваших десертов в домашней выпечке, я хочу сказать, сегодня утром на завтраке попробовала ватрушки. Это была фантастика. Да, ватрушка делается с нашего домашнего творога, сочного, жирного. Ага, вон в чем секрет. И сметанка также у нас очень сочная, очень жирная. Как бы не сравнить ее с покупной. Это все с вашего крестьянско-фермерского хозяйства продукты? Да, все натуральное, все вкусное, все свежее. То есть у нас с утра начинается завтрак, нам, естественно, приносит с утра молоко с дойки. И мы, то есть, начинаем делать сметану, сепарируем, потом ставим творог. Так, обмакиваем в кляр нарезанные овощи и обжариваем их в той же сковородке, где жарилась рыбка. Так гарнир впитает в себя вкус и аромат судачка. Кстати, овощи в кляре готовятся просто и получаются очень вкусными, потому что не теряют своей сочности и не впитывают лишний жир. Судачок в кляре с овощами. Снимаем филе с судака, маринуем его в соли и специях. Нарезаем овощи кружочками. Готовим кляр. Смешиваем с водой яйца, муку, соль, дрожжи и зелень. Обмакиваем рыбку и овощи в приготовленную смесь. Жарим на сковородке до готовности. Рыболовная кухня знает тысячи рецептов блюд. Сегодня моя копилка пополнилась двумя блюдами. Мы приготовили рулетики из щуки и судака, жареного в кляре. Рецепты этих блюд довольно просты, но главный секрет – это свежевыловленная рыба. Рецепты этих блюд.